здравствуйте ирван здравствуйте мы с вами давно не виделись и вот встретились дмитриеве но разговор у нас будет сегодня не о дмитриеве о городе армавир о вашей родине школе дзюдо где вы прошли большой жизненный так сказать спортивный путь и хотелось бы услышать во первых о ваших планах точнее даже о новой жизни как бы по окончании спортивной карьеры вы сейчас начали работать тренером и как вам ощущение тренера хотелось бы в первую очередь сказать о нашей школе наша школа из всех видов спорта то что есть в армавире занимает первое место очень развитая школа очень много мастеров спорта международников заслуженные мастера спорта по самбо и по дзюдо у нас никогда не было различий школа самбо школу дзюдо мы всегда тренируемся под одной крышей получилось у меня по самбо боремся по самбо получилось по дзюдо боремся по дзюдо если и там и там то тренера дают право выбирать лично спортсменам выбирать или самбо или дзюдо буквально месяц назад ну вот неделю даже можно сказать прошел чемпионат мира в челябинске наш воспитанник нашей школы бислан мудранов стал серебряным призером чемпионата мира по дзюдо в этом же году он выиграл и чемпионат европы по дзюдо мы надеемся что наконец-таки с нашей школы не просто с нашего края на той олимпиаде на той олимпиаде в лондоне с нашего края был один представитель по дзюдо это арсен дался он завоевал золотой медаль на олимпиаде теперь мы хотим все-таки добились своего результата то что именно спортсмен с нашего спортзала не с нашего края именно с нашего спортзала будут бороться на лимпийских играх надеемся на это но вы тоже достаточно хорошо выступали на спортивной арене и были чемпионом россии 2012 года весовой категории 60 килограмм но вдруг так резко переменили вектор своего действия да и занялись тренерской работой почему это ваш тренер рудольф бобоян вам так сказал или это ваше личное было решение это было лично мое решение я в первую очередь прежде чем какой-то поступок сделать я сейчас ведусь со своими братьями в первую очередь за самыми родными братья там дядя очень сильно поддерживал спорта в спорте в любые планеты подготовки на соревнования всегда был рядом со мной не так как папа там с мама именно дядя ну и когда я определился то что ну спарринг партнером чуть не хочу быть получалась обстановка сборной и хорошая и все было отлично ну если чувствовал там спарринг партнером была возможность уехать за другую страну ну как-то не решился уехать за другую страну решил остаться дома тренировать первую очередь своих братьев потому что они сейчас на подходе у них возраст на молодежь брата младшего у нас еще будет юноши набрал в том году в сентябре две группы детей от 6 лет до 14 тренирую их мне очень нравится тренерская работа и всегда хотел стать биттренером именно детским тренером и так получилось что в зале меня воду михалыч бабаян наш директор поддержал мой личный тренер тоже владимир георги поддержал моем выборе но они думали что чуть отдохнешь полгодика в зал не приходить что-то отдохните просто ну вот это ну думали что отдохну и я не смог я все равно каждый день спортзал проходил мне тренировался тренировал там пацанов замещал так мне очень сильно эта работа нравится на сегодня я работаю тренером в армавирской школе самбо и дзюдо вот успехи армавирского дзюдо но связанные вот сейчас успешным во-первых и весной до победы 60 килограмм мудраного и сейчас серебро вообще дает такой толчок в развитии как бы это толчок не просто или у вас и так достаточно сильная но а это еще при придало так сказать для нашей школы это очень большой толчок плане дзюдо потому что у нас школа самбо дзюдо мы никогда ее не разрешали но у нас большинство ребят дают результат именно по самбо по дзюдо единиц на следующий день у нас сборной по дзюдо два человека это 10 и мудранов бислан по самбо ну у нас мудранов аслан караулов василий кругинян эдуард ну вот не секрет что вообще большой спорт он не только требует усиленных тренировок дополнительного ну как бы подкрепление в виде там финансирование так далее кто помогает ваша школе почему она вот так вот во первых и такая мощная в регионе и есть помощники кто-то помимо государства кто-то еще помогает как у нас школа бюджетная государственная дата но деньги все бюджетные мы ездим на все соревнования помимо там соревнований премиальные там вот очень сильно нам помогает в нашей школе именно ашет юрьевич маркарян двухкратный чемпион мира по самбо он сам бывший спортсмен и он на следующий день каждую тренировку старается не пропускать там работа работой всегда старается приехать бывает даже только прилетел сразу с аэропорта в спортзал у него кимоно в спортзале свой приход переодевается работает с нами также участвует в подготовке вот кстати его рода сейчас вот он готовится на европный мир очень много усилий именно он приложил в его подготовке у нас совместно мы постоянно общаемся на тренировке приходит обмениваемся опытом подсказывает что так мы выбираем лучше спарринг-партнеров тоже также вместе разбираем но большое спасибо в первую очередь конечно до михалычу то что он воспитал именно таких ребят как вот ашет юрьевич маркарян потому что это его воспитанники то что они сегодня именно там зале с нами вот хотел немножко вашу тренерскую работу окунуться какое вот на ваш взгляд основное отличие все-таки от того когда вы приходили в зал сами тренировались и то что вы сейчас тренируете вообще насколько это психологически для вас сложно было вот этот переход или вы достаточно легко в это окунулись в тренерскую работу на самом деле легко очень перешел в тренерскую работу но может быть потому что тренер мой лично во мне давно видел что я могу стать тренером и у меня будет получаться это потому что когда всегда тренер уезжал на какие-то соревнования когда я был в городе он всегда стал меня старшим я проводил тренировки и потихоньку и потихоньку и даже летом не заметил как я перешел со спортивной карьеры на тренерскую так быстро все получилось мне очень нравится и у нас коллектив очень классно с ребятами отношения мы вроде вчера только вместе стояли в парах вместе работали а сегодня уже я их тренирую я их подсказываю они понимают вот это не мешает общению то есть они не грешен учета так вот команду мы друг друга понимаем у нас есть взаимопонимание в первую очередь они понимают то что у нас общее есть дело моя задача вывести команду ну куда-то получше ну до во время тренировочного процесса у нас есть я тренер они спортсмены да допустим есть задание которые я говорю они выполняют после тренировочного процесса мы друзья гуляем отдыхаем также бильярд футбол общение у нас у всех на рамках но во время тренировочного процесса у нас есть какие планы вот сейчас у вас как у тренера на ближайшие до конца года ну ближайшие до конца года но в первую очередь хотелось бы чтоб сейчас у нас осталось два старта это перейдство европы у него романа и перейдство мира конечно хотелось бы в этом году выступил очень удачно хотя бы зацепился в троечку и там и там для нашей школы это было хорошо потому что наша школа по молодежи всего лишь два спортсмена с европы приносили медаль две золотые медали это был в 2000 году с аркисов сам был в 2008 году также я завоевал золотую медаль у нас больше нет по молодежи спортсменов которые на европе просто участвовали или приносили медаль это вот третий наш спортсмен с нашей школы все школы можно со всеми тренерами верим то что вот в этом году успех еще раз у нас должен должен подтвердить свой статус потому что на кубках европах он выступил очень хорошо до конца года что у нас мы готовимся всегда концу года у нас декабря месяца проходит такой завершающий турнир в армавире можно сказать как завершающий если не ошибаюсь 10 юбилейный турнир на призы Рашота Маркаряна по самбо на этом турнире приезжают лучшие из лучших чемпионы мира трехкратные четырехкратные приезжают на эти соревнования призы очень хорошие 5000 долларов в каждом весе это именно по самбо на по самбо да а подзюдо подзюдо но в ближайшем будущем я думаю что сашу первичем развали как-то далеко был я думаю что подзюдо в ближайшем будущем будет и подзюдо только но не по мужикам я думаю что по самбо останется так но и детский и молодежный возраст какой-то определенный и последок такой вот у меня вопрос я задаю многим с кем беру интервью вот чтобы вы могли сказать ребятам и людям взрослым но не имеет значения там возраст те кто вот думает еще так вот ну открыть мне зал дверь зал дзюдо или не открыть все-таки пойти на дзюдо или да мы говорим сегодня дзюдо как бы хочу больше упор открыть мне за дверь в зале дзюдо или не открыть пойти мне изучать дзюдо заниматься или не пойти вот какую вы могли бы сказать слова чтобы именно эти слова повлияли на выбор я считаю что в каждом человеке есть свой талант кто-то талант для кто-то может бороться кто-то поет кто-то играет кто-то просто прекрасно стихи пишет но у каждого человека если талант но надо я просто в каждом человеке именно найти ту изюминку в чем он талантливый просто этот его талант разве ну там я допустим разное сейчас тренировать начал детей на родители приводят своих детей я вижу что ребенок он слабенький с ним надо много работать мы работаем с ним но он здесь будет просто для физической подготовки здесь результата не будет наша школа так и работает принципе мы тренируем детей общей физической подготовкой и там потихоньку выявляются лучшие которые дают результат но что общей физической подготовкой заниматься не обязательно ходить в школу сам в зале сейчас у нас в россии очень развито очень много есть спортивных площадок которые можно самому заниматься сама чтобы было желание просто продвигать детей в чем они талантливые вот я просто на своем примере да вот на своем жизненном примере привели пример вам мой дядя мастер спорта да вот у нас вся порода то что есть у нас шесть братьев все до одного ходят на джидон и практически ни у кого не это норматива меньше мастера спорта все добились нормальных результатов высоких но его сын его сын все это за счет дяди то что у нас то напал его сын не борется два-три раза в день всего лишь зал пришел ребенку не понравилось джидон не понравилось ему заставлять надо что хочет он готов я рисковать хочу ну а дали его художку все сначала как-то так все шесть братья спортсмена обратно рисует как-то мы все его поддержали все шесть братьев потому что если у ребенка есть талант его надо туда отправлять вот я хочу стать музыкантом купили ему аппаратуру на или хороших учителей сейчас он поет и он мы вот мы с братьями сидим бывает какой-то торжество день рождения там свадьба там какие-то гулянки сидим и просто наслаждаемся тем как наш брат играет поет но развил себе другие качества не именно спортивные когда мой брат именно стоит за микрофонами поет для меня такое ощущение что я просто вырос в спортзале да я ему говорю у меня такое ощущение что чем на теме мира финальная встреча борься и в конце ты выигрываешь меня такие просто я считаю что надо в каждом человеке развивать его личные качества не всем быть спортсменами не каждый может быть стать зудоистом не каждый может чемпионом миром стать также чемпионом россии первое что надо будет это порядочным человеком но все равно вы говорите наверное что добро пожаловать добро пожаловать в школу самбо из этого мы всегда рады видеть всех это обязательно конечно мы хотим чтобы нашим наших видах было больше хороших ребят позитивных хороших ребят мальчишек также и девчонок потому что даже если вы не не станете чемпионом мира то нарисуете как мы тренируемся хотя бы что-то да там образно у нас в зале плакаты есть плакаты бы там они хотя бы дизайнерскую работу нарисую спасибо большое удачи вам ваши армавирской школе дзюдо и вообще всего самого наилучшего спасибо